Информационная, финансовая и инвестиционная. Такие виды поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства существуют сегодня в Губкинском. Для улучшения инвестиционного климата в городе создана дорожная карта. В нее вошли 15 лучших муниципальных практик, направленных на поддержку бизнеса. Одним из наиболее сложных и в то же время востребованных направлений поддержки малого и среднего предпринимательства является предоставление льгот. Предоставление льгот малому предпринимательству по аренде имущества, по аренде земли, по льготам, получаемым налогом на землю. Также хотелось бы отметить еще и такое сложное направление – это сокращение административных барьеров при предоставлении определенных муниципальных услуг. Это связано также с землей, возможно также и с муниципальным имуществом. И этому уделяется особое внимание на уровне правительства, на уровне субъектов. Внимательно относятся к этому вопросу и в муниципалитетах. В Губкинском оказывается имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления в пользование муниципального имущества и земельных участков. 30 марта 2018 года состоялось очередное заседание данного координационного совета, на рассмотрение которого были представлены изменения, которые вносятся в данный перечень муниципального имущества. К координационным советам данные предложения были согласованы и, соответственно, данный перечень утвержден в новой редакции. На сегодняшний день перечень состоит из 19 земельных участков. Земельные участки, расположенные в промышленной зоне города, в частности, их большее количество дислоцировано в районе 16 панели, 15 и 14. Данные земельные участки, в случае, если они попадут в аренду как раз субъектам малого и среднего предпринимательства, в дальнейшем будут иметь льготную арендную плату в год. Такая льгота принята на уровне городской думы города Губкинского 21 декабря прошлого года. Суть данной льготы в следующем. За первый год бизнесмен платит только 40% арендной платы земельного участка. За второй год – 60%. За третий – 80%. И, начиная с четвертого года, предприниматель будет оплачивать стопроцентную стоимость аренды. До этого представителю малого и среднего предпринимательства придется участвовать в торгах. И только в случае победы на аукционе он будет получать данную льготу. Мы все-таки сейчас работаем больше на инициативу инвестора, на инициативу застройщика. То есть застройщик, желая построить какой-либо объект, в первую очередь должен определиться с его целевым назначением. То есть что это будет? Это будет производство, это будет транспорт, это будет, может быть, сфера торговли, сфера услуг. В последующем, когда он уже обращается в департамент по имуществу, в целом мы рассматриваем городскую территорию на предмет наличия свободных земель и подходящего зонирования территории там, где можно разместить тот или иной объект. Зонированием территории земли промышленной зоны города в основном предусмотрены для размещения производственных объектов или транспортных предприятий. Поэтому и располагаться здесь должны подобные объекты, а не, например, здания социально-бытового назначения. На сегодняшний день к предоставлению рассматриваются два земельных участка из 19, включенных в перечень для поддержки малого и среднего предпринимательства. Екатерина Склюева, Алексей Магин, Новости Губкинского.